Приветствую вас. Во-первых, хочется сказать, что ваше поведение, реакция является защитной и является составляющей комплексного поведения. То есть вы слезами, а точнее через слезы, выражаете единственную возможную для вас реакцию на негативное к вам отношение. И причина такой реакции заключается в том, что в момент ее образования, это был единственный для вас вариант ответа на агрессию. И у вас получается так, что аффективно, то есть через эмоциональное переживание было закреплено такое вот поведение. Да, то есть на вас направили агрессию, вы заплакали и, соответственно, либо защитились от негатива, либо продолжали это делать до тех пор, пока человек не переставал. И по-другому никак себя вести вы не могли. И вот этот тип, эта модель поведения, она закрепилась у вас. И теперь, когда вы чувствуете негатив в свой адрес, по инерции, по ассоциации, по принципу работы комплекса, то есть через объединение аффектом, запускается привычная модель поведения. То есть слезы. И для начала необходимо разобрать ту самую первичную, первичную ситуацию, когда вы начали использовать подобную модель поведения. Первичная ситуация – это, скорее всего, детство или подростковый возраст, то есть возраст наибольшей восприимчивости окружающего мира. И, соответственно, через ретроспективу, то есть заново, через повторное переживание того, что было тогда, и начальных ситуаций, которые спровоцировали вас на подобное поведение, у вас появится возможность их осознать. То есть осознать элементы тех ситуаций, и когда вы будете это осознавать, понимание причинно-следственных связей, то есть почему к вам так относились, что заставляло людей к вам так относиться, какие у них были мотивы, чего они хотели. Вот это понимание поможет вам избегать комплексного поведения. То есть объединение переживаний у вас будет отходить на второй план. А на первый план выйдет четкое понимание того, почему люди поступают по отношению к вам, именно так, а не иначе. Слезы также могут быть следствием неуверенности в себе и невозможности изучить себя каким-либо другим способом. И тогда это работа над повышением самооценки, над повышением уверенности в себе и изучение возможных вариантов, возможных путей защитного поведения и отстаивания ваших интересов. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. И форма всего этого – это, собственно, работа с психологом. То есть, во-первых, это последовательное осознание, обсуждение, осмысление того, что с вами происходило в детстве, проговаривание, понимание этого и, собственно, усвоение нового опыта, что определит ваш личностный рост. Ну а дальше работа над уже непосредственно вами, работа над повышением самооценки, уверенность в себе посредством выполнения определенных задач, имеющих значение для вас, особое значение для вас, чтобы по их выполнению вы чувствовали, как меняется ваше восприятие самой себя и что вы по-другому стали относиться к себе. Также необходимо немножечко лучше понимать причины негативного поведения людей по отношению к вам. То есть, понимать, почему люди проявляют агрессию. И если вы считаете, что виноваты вы, или же, если вы, например, боитесь, вот вы пишите, да, что при проявлении агрессии вы плачете и при любой неудаче. То есть, вот если при агрессии слезы это явно защитная реакция, то при неудаче это не так понятно, почему вы плачете. То есть, либо вы плачете об обиды, об обиды на себя и на то дело, в котором вы потерпели неудачу. И тогда вам нужно прорабатывать именно обиды, которые опять-таки идут из детства. То есть, вам не донеслись, что неудачи, ошибки – это нормально. Ошибки – это то, что позволяет человеку становиться более опытным, более мудрым и осуществлять свой рост. Либо вы можете испытывать абсолютность в слезах при неудаче, как средстве защиты от возможной негативной реакции в отношении вас из-за неудачи. И тогда простите, это опять отношения с родителями, скорее всего. И именно их с вами нужно будет разбирать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok